Ума-палата. Не зарплата, но дивиденды принесет. Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире дискуссионная передача «Ума-палата» и я, ее ведущий, Владимир Сизов. Это передача для тех, кто задает вопросы и ищет ответы. Программа создана при участии Вятского интеллектуального клуба, неформального сообщества думающей интеллигенции нашего города. В этом году вышла в свет моя книга «Никто кроме тебя». Кроме повести и рассказов, я опубликовал в ней небольшое эссе «Что в имени вятских селений» о названиях вятских деревень и селений. Исследование вятской топонимики оказалось занятием очень увлекательным. Действительно, сегодня далеко не всегда можно понять, как тот или иной населенный пункт получил свое название. А имена порой настолько причудливые, что просто диву удивишься. Но вот как появились такие необычные названия, как «Шаваржаки», «Потрепухина», «Воротилиха», «Полушнур» и «Домор»? Или такие смешные, как «Квырла», «Старая тушка», «Челка», «Хобот», «Шишкари», «Каракули». Некоторые названия сегодня нам кажутся и вовсе непристойными. Кстати, должен предупредить слушателей, что в нашей передаче будут звучать названия, происходящие от слов, которые сегодня считаются неблагозвучными. Поэтому слушателям с тонкой духовной организацией лучше эту передачу не слушать. Мы назвали ее «И смех, и грех» или «Откуда на вятке курьезные и непристойные названия». За ответом на этот вопрос я обратился к известному историку и краеведу, автору фундаментального исследования «Вятка. Символы и смыслы» Алексею Леонидовичу Мустихину. Добрый день. Алексей Леонидович, ну вот я знаю, что Ваша книга, посвященная «Вятке», стала в 2020 году лауреатом 16-го всероссийского конкурса региональной и краеведческой литературы «Малая Родина» в номинации «Мой край». Первый раздел книги называется «Имя» и посвящен происхождению наименования нашего города из целом Вятского края. Может быть, как раз с имени Вятка и начнем? Ну, мне понятно, почему город так называется по одноименной реке, «А вот откуда такое название у реки? Известно ли, что означает слово «Вятка»?» Да, ну, вопрос интересный, конечно, для всех. Но сразу хочу обозначить, что я не историк, я историк, а не языковед. Вот, у меня нет основательной теоретической и лингвистической базы, поэтому я могу устроить свои умозаключения большей частью на основе письменных источников. Вот, а во всех известных письменных источниках название реки неизменно «Вятка». Вот, это, естественно, свидетельствует о древности данного названия. Вот, на самом деле, лингвисты очень давно дискутируют по поводу происхождения гидронима «Вятка». Вот, а последнее известное мне исследование провел профессор Новгородского государственного университета, доктор филологических наук Валерий Леонидович Васильев в 2016 году. Он отмечает, что надежного, вполне аргументированного решения до сих пор не найдено, и выдвигает свою гипотезу. По его наблюдениям, схожее название локализуется на северо-западе России, в бывшей древней новгородской земле, в местах обитания племени Кривичей. Слово «Ветка», «Витка», «Вятка», означающее ветку, сук, дерево, в приложении к небольшим речным притокам, означало ответвление приток рукав реки. Перенесение данного названия на нашу реку Вятку было произведено новгородскими переселенцами, вероятно, примерно во второй половине XII – начале XIII веков. И появление гидронима имело какое-то отношение к колонизационным маршрутам ранних переселенцев. От себя добавлю, что здесь можно вспомнить маршруты передвижения новгородцев, описанные в сказании о ветчаниях и затем в повести о стране Вятской. Они по Волге добрались до устья Камы, а затем часть из них, пройдя по Каме, повернула в ее приток Вятку, по которой поднялась до города Кокшарова, нынешнего Котельнича. Ну, вообще, вот вы знаете, были в устье Вятки, где вот в Каму впадают? Нет, к сожалению, не было. Там очень трудно понять, какая река больше, кто является притоком, а кто основной рекой. И некоторые исследователи полагают, что по большому счету, да, должна быть Вятка, главная эта река, а Кама ее приток. Поэтому вот название Ветка, что это ответвление, у меня сразу вызывают сомнения некоторые. Ну, тем не менее, да, вот такая вот, это одна из последних версий. Но я говорю, что пока к единому мнению ученые не пришли. Хорошо, будем исследовать. Ну, у города-то нашего три имени, как известно, это Киров, Вятка и Хлынов. Но с Кировым все понятно. То есть Сергей Миронович, так сказать, дал путевку своим именем в жизнь. А вот название Хлынов, что оно означает? Ну, тут, к сожалению, с Хлыновым такая же ситуация. Вот, много версий различных существует, и лингвисты пока еще к общему знаменателю не пришли. Вот, например, есть, ну, как минимум пять есть версий, даже шесть. Вот, самое раннее, это вот повести о стране Вятской от крика пролетавших птиц. Якобы они там кричали «Хлы-хлы» над рекой, и поэтому ее «Хлыновицей» назвали. Затем другая версия, это от поселившихся здесь Хлынов. Ну, это на диалектах, да, означает «бездельники», «барышники», «мошенники». Вот, но считается, что, в общем-то, этот термин позднее появился. Вот, далее от глагола «хлынуть» неожиданно потечь, разлиться. От удмутского слова «калан», «брод». От глагола «хлынить» это, значит, в северно-русских диалектах означает «течь медленно», «лениво», «вяло». То есть, опять-таки, неизвестно точно, да? Да, да, да. То есть, тут вот, некто сближает с Холуницы еще, вот. Ладно, ну, что-то-то, может быть, известно точно. Ну, вот, например, мне кажется, слушателям было бы интересно узнать, почему самое высокое место в нашем городе называется Кикиморской горой. Ну, в самом деле, в современных культурных представлениях Кикимора – это же болотная нечисть. Ее так и именуют Кикимора – болотная, а у нас гора. Как это с горой-то соотносится? Ну, вот, хочу отметить, что вы проницательно отметили связь названия Кикиморка с горой. Вот. Для начала хочу заметить, что Кикиморская гора в Хлынове, вот, нынешнем Кирове, это не единственный, не первый такой топоним в Вятском крае. Первое такое название на Вятской земле появляется в 1615 году в округе села Совье, нынешнего Слободского района, был отмечен починок Ивашки-Широбокова смежно с Кикиморою. Вот. Починок, так сказать, это маленький населенный пункт, вновь основанный. Что это за объект, становится понятно из переписи 1706 года, где записана деревня, располагавшаяся над ключом на горе Кикиморине. Вот. То есть, уже вот две такие горы, получается. А что, Кикимора означает гора? Вот. Ну, вот, дальше слушайте. Вот. Между прочим, вот, эта деревня, вот, в Слободском районе, она посуществовала еще до советского времени и даже еще в 1950 году существовала. Но сейчас уже ее нету, к сожалению. Вот. И по области есть еще другие Кикиморы, то есть, не два названия, то есть, их было гораздо больше. Чтобы ответить вот на вопрос о происхождении такого названия, по крайней мере, вот, в отношении этих двух гор, надо вспомнить, что Вятский край всегда был многонациональным, и в разные времена здесь проживали различные народы. И большинство ученых сходится во мнении, что слово Кикимора является со стороны из двух корневых основ. Первая часть слова Кик-Кук может являться балтославянским корнем, который означает горбатость, скрюченность, или прибалтийско-финским корнем Кокка, означающим остроконечный холм, гора. Кстати сказать, и тюркский корень Кук происходит из иранского Кух-Кох, также означающего гора. Вторая часть, Мара-Мора, может означать болото, стоячая вода. Ну, это очень подробно, мне кажется. Таким образом, Кикимора означает, это гора, окруженная болотом. Вот и все названия. Понятно, понятно. Алексей Леонидович, вот раньше деревни и села часто называли по именам основателей. Ну, допустим, вот есть у нас такая деревня, Афонята, понятно, от Афони, Архипята от Архипа, Егоровская в честь Егора какого-то, да? Ну, или в честь святых, допустим, Матвеевская из села, так в честь Евангелиста Матвея, Петровская в честь апостола Петра и тому подобное. Вот многим слушателям, я думаю, известно, что в Верхошижимском районе у нас есть деревня Москва, а еще есть такая деревня, как Кремль. Вот как, откуда, мне, например, совершенно непонятно. А еще есть деревня Казань, да еще не одна, а три. Имеются Вятские Рига, Ярославль, Тюмень, Астрахань, Кунгур, Сарапов, Ясная Поляна своя у нас есть. Была еще Алмата, правда, исчезла сейчас. Вот. Почему некоторым деревням давали названия известных городов? Ну, вот вы, возможно, удивитесь, но как раз относительно названий Москва и Кремль мне будет ответить совсем несложно. Мы привыкли соотносить любые названия с тем, что нам наиболее знакомо. Однако Вятская Москва не имеет никакого отношения к столице нашей Родины. Уже в дозорной книге 1615 года отмечается сразу три вятских крестьянина с прозванием Москва. Фетка Москва, Бобыль Андрюшка Москва и Панкатка Микитинцы Москва. То есть это имя было или фамилия Москва? Это прозвище было. Это прозвище. Да, это не фамилия, не имя, а именно прозвище у русских крестьян. От этого прозвища произошла фамилия Москвин, которая также на Вятке существовала с начала XVII века. Многие исследователи, подверженные стереотипам, считают, что это имя появилось у людей, прибывших из Москвы. А как же быть в таком случае с местными вятскими татарами, удмуртами и бессермянами, которые давали имя Москва своим детям? Например, у исконного вятского татарина Дускея Девятьярова в 1678 году был двухлетний внук Москва. Ну, понятно же, что он не приехал из Москвы. Таким образом, личное имя Москва не соотносится со столицей и имеет другую, пока неизвестную этимологию. Я вот не знал, что Москва это имя было личное. Да-да-да, причем достаточно распространенное. А вот я назвал, что у нас есть Рига, Ярославль, Тюмень. Вряд ли Тюменью называли кого-то. Ну, это нет. Вот здесь как раз можно больше предполагать, что это, так сказать, привнесенное название, которое пришли сюда с переселенцами из этих мест. Вот здесь можно предполагать. Но, опять же, могу сказать, что, конечно, надо изучать историю вот этих деревень, чтобы точно сказать, кто там поселился и почему она так названа. То есть, в отрыве от истории, конечно, тут... То есть, можно предположить, что были они основаны выходцами вот из этих городов, да? Ну, вот кроме названий городов таких крупных, у нас имеются в названиях вятских деревень названия крупных рек, скажем так, да? Допустим, есть деревня Волга, есть деревня Дунай, есть Амур. Здесь-то как? Ну, то же самое. Ведь, на самом деле, это, кстати, тоже достаточно распространенная вещь. Люди, переселяясь в другие места, приносили с собой названия и тех же рек. Вот. И вполне возможно так. Вполне возможно. Ну, вот иногда бывают, правда, такие курьезные случаи. Вот я один такой могу сейчас рассказать. Там, значит, есть у нас известные Борисоглебский и Георгиевские крестные ходы, вот, которые соединяются в определенном месте, вот, когда идут из Волково и из Никульчина. Вот в XIX веке они встречались вместе, которое называлось Мельница Балтика. Вот, казалось, такое интересное название Балтика. Откуда оно вот здесь на вятке, да? Вот. Вот. Я начал изучать и установил, что в 1607 году это место, вот, Мельница там уже существовала, и вот эту Мельницу взял на оброк крестьянин, которого звали Филко Иванов сын Болтин. Вот. Мельница также называлась Болтина, и затем она стала называться Болтинская, и, наконец, в 1617 году, когда Филко Болтин уже давно и умер, вот, Мельницу назвали Болтиха. Вот. Ну, уже, наверное, понятно, каким образом она стала Балтикой. Трансформировалась названием. Да, да, да. Ну, чтобы мне хочется больше вопросов вам задать, я буду, может быть, ускорять, так сказать, свои вопросы. И мне хочется задать про еще одну деревню вопрос. Вот в Яранском районе существует деревня Дворяне. Она признана в 2018 году самой красивой деревней Кировской области. А еще она получила всероссийскую известность благодаря белой-голубой глиняной игрушке, которую по имени деревня называют тоже дворянской. Я там много раз бывал, даже написал книгу о дворянской игрушке и ее замечательной мастерице Нине Михайловне Колчиной. Но вот так и не нашел ответ на вопрос, который меня волнует. Как получилось так, что в советские годы эту деревню не переименовали? Местные жители ничего толком сказать не могут. Она как носила название дворяне, так и носит. Вот почему она называется дворяне, это мне понятно. Сейчас мы не будем это, но почему ее не переименовали? Как так коммунисты не доглядели-то, а? Ну, тут, возможно, такое объяснение. Дело в том, что у этой деревни, кстати, она не единственная была дворяне, была еще деревня дворяне, которая сохранила свое название и в советское время, в Котельническом районе еще была. И обе эти деревни, у них были еще и вторые названия. Вот той деревней, которую вы называете, у нее было название Малая Щегола, а вот Котельническая у нее была деревня Воронцова. Кстати, это была обычная практика, многие деревни имели по два и даже по три названия. Малая Щегола, да, вы правы, там было такое название. Вот, и, возможно, в советское время основное это название как раз и было Малая Щегола, а дворяне как бы в скобочках писалось. Поэтому, как бы, ну, возможно, что не обратили внимание на это. Вот, ну, тут я могу только теоретизировать, потому что надо, конечно, изучать историю. Меня вот этот факт удивляет, потому что все переименовывали, но вдруг дворяны... Кстати, вот с дворянами тут курьезный тоже случай. Вот в 1615 году в Хлынове проживал нищий, которого звали Дворянинка. Почему? А вот кто же его знает? Дворянинка. Ну, давайте про историю тогда поговорим. Мы тем более обещали слушателям курьезное название. Я бы таким отнес, например, название улицы Свинка, которая в 17 веке тянулась дугой через весь город от вершины Раздерехинского оврага до оврага Засоры. Ну, вот откуда такое смешное название? Да, действительно, такая улица существовала. Вот, впервые она отмечается в 1662 году и существовала вплоть до застройки города по регулярному плану Екатерины II в 1784 году. Вот, конфигурация была необычной, вот как вы сказали, так она такой дугой шла. И первоначально я предположил, что, возможно, вот как раз из-за этой конфигурации, из-за такой, ее вот так назвали смешно. Но, в общем-то, это надо было обладать таким пространственным воображением, чтобы как бы сверху ее представить, как она выглядит. А я думаю, может, там свиней пасли, по ней как-то выгоняли за город. Нет, нет, нет. Оказывается, совсем все тут по-другому. Гораздо, может быть, и сложнее, да и с другой, а с другой стороны, может, и проще. Вот. Позднее, изучая расписные списки, которые составлялись при передаче города от одного воеводы к другому, начиная со списка 1646 года, я обнаружил записи примерно следующего содержания. Да в казне пять свиней с четью свинцу, и в тех пяти свиньях с четью весу 21 пуд с четью. Или такая запись. 53 пуда 5 фунтов свинца в свинках. Вот. И вот слова русского языка 11-17 века определяют, что свиньей в 17 веке называлась мера объема застывшего свинца определенной формы. Вот. И действительно, если посмотреть, как проходила улица, она проходила вдоль всех защитных сооружений. Вот. И кремлевских, и посада. Вот. То есть она вдоль рва проходила где-то, где-то вдоль стен и башен кремлевских. И, соответственно, скорее всего, именно на улице как раз вот хранились вот эти вот свинец вот в этих свинках. Да-да-да. Вот. Поэтому ее и назвали... Ну и свинец, свинец и свинка, корень-то один даже. Да. Да. Вот такое вот необычное такое вот название. Любопытно. Любопытно. Ну, мы еще обещали непристойное название, да, вот, Алексей Леонидович, ведь на всю Россию прославилась, а может, ославилась, не знаю, как сказать, деревня Бзюли. Люди, никогда в наших краях не бывавшие, узнав, что я вот из Вятки, иногда смеются, что у вас за деревня такая, за какую такую ее провинность так назвали, обозвали, да. Вот что это значит? Почему так назвали? Ну, вот, прежде всего, могу, конечно, тут надо вспомнить прекрасную цитату из бессмертной поэмы Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души», которая, в общем-то, все и объясняет. Выражается сильно российский народ. Вот, если наградит кого с отцом, то пойдет оно ему в род и потомство. Вот тащит он его с собой на службу и в отставку, вот, ну и так далее. То есть, известная, вот, цитата такая. Что касается конкретной деревни Бзюли, история ее названия следующая. Впервые в документах такое название появляется, значит, в 1625 году. Однако уже в 1615 году отмечается целых три семьи Бзюлевых, проживавших в разных местах Вятской земли. Поэтому логично предположить, что деревня получила такое название по фамилии и прозвищу своего основателя или владельца. Хочется подчеркнуть, что именно деревня получила название по фамилии, а не фамилия произошла от названия деревни. Это глубоко укоренившееся заблуждение многих людей, далеких от основ научной топонимии. Можно рассмотреть также, как образовалась фамилия основателя, владельца деревни с таким названием. Давайте рассмотрим. Да, вот в основе фамилии лежит прозвище Бзюль. А что это значит? Понятно. Вот, так могли назвать человека, от которого исходил неприятный запах. А, что такие вот это? В русской народной речи отмечается глагол «бздыкать», «дурно пахнуть», «вонять». А слово «бздюль», например, в Смоленском говоре называют деревенского клопа. Вот так вот. Интересно. А почему не переименовали-то до сих пор? Ну, не переименовали. А вот насколько я знаю, что жители деревни даже гордятся, что у них осталось вот это историческое такое название. Вот, ну, трудно сказать, почему. Вообще, конечно, старались переименовывать, особенно в советское время, старались переименовывать эти вот названия. Ну, вот так вот исторически. Ну, вот я, честно говоря, готовлюсь к передаче, тоже посмотрел про вот эту деревню и нашел другую версию. Она немножко отличается от вашей версии, да? Да, пожалуйста. Вот «бздануть», многие вятские слышали такое слово, означает «поддать парку». А, ну, если так, то, кстати, я знаю. Ну, поддать парку, то есть плеснуть воды на каменку в бане. И мне вот такой вариант как-то больше нравится. Может, люди любили в баню ходить. Возможно, возможно, возможно. Ну, еще, может быть, вы какие-то такие названия можете привести? Ну, названий таких на самом деле много. Вот. Ну, особенно вот тут даже не деревням досталось. Вот по камере в 17 веке вот очень здорово досталось небольшим речкам и водоемам. Вот. И там названия были такие нелицеприятные, скажем. Вот, например, речки Блудница, Вонячка, Вонявка, Гнилая, Гнилуха, Греховка, Дресливица, Поганая, Поганка, Пукачка, Греновица. Вот такие вот названия. Такое ощущение, что так и называли. Вот. Дело в том, что, вы вспомните, даже сейчас мы вот речки с такими нехорошими запахами тоже называем такими нелицеприятными названиями. Это, наверное, мелкие какие-то речки? Да, небольшие речки. Но чаще всего это объясняется природными, так сказать, свойствами. Где-то из болота может вытекать. Или когда после разлива вот остаются вот эти вот мелкие лужи всякие. Вот. И вот они же там, там в них скапливается всякая вот гниль. И поэтому вот эти запахи такие. Вот. То есть вот такая. Кстати, была и речка Блуднилевка тоже. Вот. То есть поэтому я вот и склонен больше-то как бы к этой версии. Ну, видите, название и неблагоприятно не только речек, но и разных деревень. Как-то по частям тела, там, прочее. Это-то как... Тут, ну, вот вообще надо сказать, что чаще, конечно, это вот применяли вот именно к человеческим именам, прозвищам, фамилиям. Вот. То есть там было три как бы таких вот категории, вот таких прозвищ, прозваний. Вот. Это связано или с частями тела, или с определенными физиологическими процессами, или асоциальным поведением людей. Вот. Из частей тела наиболее привлекающей внимание была наша так называемая пятая точка, вот, на которой мы сидим. Ну, вот были такие фамилии, как Жапатин, Жопкин, Сракин. Ох, вот. Самым любимым словом из этого ряда было слово «гузно». Вот. От него на рядке образовалось целых десять фамилий. Вот. Это такие фамилии, как Гузнов, Гузнищев, Белогузов, Черногузов, Гологузов, Аголигузов, Пологузов, Сухогузов, Мокрогузов и Гузноляпкин. Вот. Такие вот неожиданные фамилии. А они давали названия каким-то деревням? Да, да, да. А какие-то известные есть у вас в памяти? Ну, вот Сухогузово точно вот мне встречалось. И Гологузово. Вот. Такие я точно помню. Понятно. Алексей Леонидович, мы сейчас прервемся недолго на короткую рекламу, после чего продолжим наш разговор. Ума-палата. Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире дискуссионная передача «Ума-палата». Я ее ведущий Владимир Сизов. Название сегодняшней передачи «И смех и грех» или откуда на рядке курьезное и непристойное название. Гость сегодняшней программы – известный историк и краевед Алексей Леонидович Мусихин. Алексей Леонидович, ну мы вот продолжаем разговор на тему про непристойное название. Вот какие вам названия попадались и какова их этимология? Ну вот, может быть, самое яркое, что вам самому запомнилось или что вас самого шокировало, может быть. Ну, конечно, имея в виду, что не все слова можно в эфире произносить. Да-да. Ну вот, мы начали говорить, что частями тела называли. Ну, здесь вот довольно популярным, так сказать, было еще и слово «муда». Это мужские яички, означающие. Вот от этого слова произошли некоторые фамилии, например, Мудищев, Мудишев, Мудихин, Галамудов, Долгамудов. Ну, соответственно, и населенные пункты также назывались вот по именам их основателей и владельцев. Вот. Отмечу довольно интересный факт, связанный на вятке с фамилией Мудищев. Наверное, многие знают знаменитую нецензурную поэму «Лука Мудищев», приписываемую поэту XVIII века Ивану Семеновичу Баркову. Но на самом деле написанную позднее, уже в XIX веке. Так вот, на вятке в XVII веке существовал реальный крестьянин с таким именем – Лука Еремеевич Мудищев. По документам нам известен его отец Еремей Мудищев и его четверо сыновей – Сергей, Потап, Петр и Фома Лукичи Мудищевы. Вот такой интересный их факт. Вот. Существовали и некоторое количество географических объектов с такой основой. Наиболее интересное из которых – Мудорезное или Мудорезово озеро в Слободском уезде. Этимология этого названия вполне очевидна. Помните прекрасный советский фильм был «Азори здесь тихие»? Там старшина Федот Восков на вопрос девушек «Глубокое ли болото, через которое им предстояло переходить», ответил «Местами по… в общем, по это самое, вам по пояс будет». Так вот, именно это и означало название «Мудорезное озеро». То есть оно доходило до определенной части тела. Вот. А вот, например, интересно, что в Катерническом уезде, уже во второй половине 18 века, в противовес этому озеру отмечается болото Макрипуп. То есть понятно, что это болото было явно глубже, чем Слободское озеро. То есть Попуп, да? Да-да-да. Макрипуп. Вот видите, какие интересные названия. Вот. Ну и, конечно, надо отметить, что реже, но все же встречаются имена с корневой основой всем известных четырех нецензурных слов, которые мы в эфире произносить не будем. Вот. Наиболее часто в географических названиях и фамилиях людей применялось нецензурное слово, означающее «женский половый орган». К сожалению, вот в рамках передачи я озвучить не могу, но могу сказать, что вот в моей будущей книге такие примеры будут. Вот. И наши слушатели смогут почитать. Ну, название-то вы населенных-то пунктов можете озвучить, так сказать? Вот. Ну, нет. Здесь не могу. Хорошо. Это чисто с таким словом, что тут, конечно, нельзя. Хорошо. Алексей Леонидович, и все-таки вот мне не ясны причины возникновения, вернее, некоторые, это вы назвали причины возникновения некоторых названий, некоторых имен, но далеко не всех. Вот, допустим, вы говорите про четыре бранных слова, они означают, как правило, там, те или иные части тела, но ведь, поскольку есть и такие фамилии, и такие названия, так сказать, деревень, значит, они раньше-то не ассоциировались с бранными словами, правильно я понимаю? Ну, скажем так, что нет, они, это тоже относились, вот эти слова, к табуированной лексике, и даже и в то время. Но, как бы, там не было такого разряда, что нецензурные, что их нельзя произносить. Конечно, они произносились, вот эти слова, но осознавались, так сказать, что это за слова, что они означают. Послушайте, ну, вот столько много названий, но откуда такая любовь в народе, в нашем давать имена именно по частям тела, да еще и интимным, да еще табуированным, бранным? Надо сказать, что, во-первых, тут несколько, как бы, вариантов, вот объяснений есть, вот этих названий. Одна из них, это сакральная, так сказать, функция, имена такие давались в качестве оберегов детям, вот. Это такого же типа, как, вот, например, были имена, вот, древнерусские, нехорош, например, вот. Они, как бы, отпугивали, там, всяких бесов, там, и все прочее, вот. То есть, какой-нибудь Доброслав мог привлечь, а нехороший, как раз, оттолкнуть. Да, 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 да. Вот. Потом, другой, другая причина, это, соответственно, они могли отражать реальные физические особенности, как, например, вот фамилия Долгомудов, вот. Вот. Ну, и бывает третье, это в качестве насмешки. Мне приходилось замечать, что иногда такие имена, прозвища, появлялись у так называемых вятских инородцев, у удмуртов. То есть, окружающее русское население вполне могли давать вот удмуртам такие вот неприличные имена. Вот. Ну, географические названия также могли отражать вот различные природные особенности, как вот названное мудорезное озеро, например. Вот. Ну, а то, что вот такие, что такое особое внимание привлекали интимные части тела, тут вполне объяснимо. Такова сексуальная природа человека. Тут с этим ничего не поднялось. У меня такой вопрос возник. А как вообще к таким названиям относилась церковь? Ведь малышей крестили, записывали в метриках. Неужели так и записывали вот эти неблагозвучные фамилии или названия деревень, из которых они в метриках? Как это происходило? Ну, смотрите, до поры до времени и церковь, и государственные органы спокойно смотрели на такие имена. Они не вызывали никакой-то негативной реакции. Вот. Достаточно сказать, что, например, вот одно из рецензурных слов, начинающееся с буквы «Б», даже употреблялось в церковной полемической литературе. Вот. А сами священнослужители также носили непристойные имена и фамилии. Например, в 1615 году в церкви Подрельского погоста служил Дьячок Степанка Галамудов, а в 1678 году в церкви Посеговского погоста служил Пономарь Андрюшка Мудишев. Вот. Собственно говоря, мы и знаем-то о таких именах и названиях, в основном как раз благодаря записям в церковных и административных документах. То есть немножко отношение к словам было другое, да? Да, другое было. Понятно. А тогда еще у меня вопрос, мы еще успеваем. Мы знаем, что вот сейчас практически не осталось неблагозвучных названий населенных пунктов. Да и имена тоже, фамилии стараются как-то заменить, изменить на более благозвучные. Я вот, пожалуй, кроме Взюлева да Хренова или Хренова, уж не знаю, как правильно тут ударение, ну, еще, может быть, вариации слова «дурак», вот каких-то неблагозвучных названий, пожалуй, и не вспомню. А куда они себе подевались? Кто вообще принимает решение о переименовании-то? Ну, тут будем говорить, что избавиться от таких непристойных имен и названий, вот, с 18 века уже старались как и сами владельцы и жители вот этих таких населенных пунктов, так и государственные органы. Вот. Процесс этот был непростой очень, он растянулся на несколько столетий. Вот. И, как видите, вот даже сейчас еще остались некоторые из них. Например, вот, примеживание в 1767 году обнаружили худые звания речек и пустоши. По этой причине завели дело о переименовании. Худые, то есть плохие, да? Да, да, да. И в частности, в нем указывалось вот такие вот текст там такой. «Оказавшиеся при межевании пустоши и речки, ручьи и другие урочища под названиями непрестоянными, а особливо срамными в межевых книгах и сказках писательными званиями, исключая из прежних названий или и прибавляя вновь некоторые литеры по пристойности, чтобы через то имели они уже нестромные названия». Ну, вот пример, кстати говоря, у нас на Вятке, это вот, допустим, деревня Галамидова. Раньше она называлась Галамудова. Изменили одну литеру, то есть одну букву. Букву поменяли на букву и... Стало пристойной. Да, стало пристойной. Алексей Леонидович, а вот в наше время происходит изменение смыслового содержания названий? Вот есть какие-то на Вашей памяти примеры, когда название бывшее, скажем, ну, 50 лет назад, там, 70-80-е годы, нормальным было, а сегодня оно воспринимается как неблагозвучное? Или наоборот, когда было там смешное, а сейчас нормально? Есть какие-то такие примеры, именно свежие? Ну, из свежих-то примеров, вот, пожалуй, мне вот приходит на ум фамилия Халявин, вот. То есть халява, раньше это называлось голенище сапог, но сейчас халява, сами понимаете, что такое. Вот, но это вот как бы вот так сразу. А потом вот на нашей с Вами жизни уже как бы вот произошло изменение семантики глагола, трахать, например, да? Для нас это было трахать, это бить, там, ударять, сейчас другое значение имеет. То есть вот такие вещи происходят. Ну, тут это вполне объяснимо. Язык ведь это не застывшая какая-то категория. Он постоянно меняется, развивается, любой язык, не только русский. Вот. И диалекты языка также развиваются, меняются. Вполне нормальный процесс. Спасибо, Алексей Леонидович. В заключении нашей передачи еще раз напомню слушателям о книге, которую написал гость в сегодняшней передаче, Алексей Леонидович Мусихин «Вятка. Символы и смыслы». Книга издана в 2019 году Нижегородским издательством «Кварц». Надеюсь, мы продолжим наш разговор после выхода очередной книги автора, которая будет посчитана вятским названием. И, насколько я понял, название будет «И смех и грех». Да-да, именно так. Ну, на этом мы заканчиваем нашу передачу. Спасибо, всего доброго. До свидания, спасибо. Ума-палата